Приветствую! ТЦК не имеет никаких прав останавливать человека, вручать ему повестку и проверять его документы. Внимание! Это не мои слова, чтобы не было обвинений меня в зраде, в работе на Кремль и прочее. Подчеркиваю, это не мои слова, это цитата из интервью Романа Костенко, который является на сегодняшний день секретарем Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, Комитета Верховной Рады Украины. Это человек, которого вы никак не сможете обвинить в том, что он работает на Кремль, отрабатывает чьи-то деньги. Это человек, который непосредственно занимается вопросами безопасности страны. И вот он говорит, что ТЦК не имеет полномочий проверять документы, ТЦК не имеет полномочий вручать вот там повестки на улицах. И один вопрос только, который у меня крутится в голове, а почему они это делают? То есть у нас уже была позиция Минюста, как мы с вами знаем, который тоже сказал, что ТЦК не имеет полномочий проверять документы. Теперь вот депутат, и не простой депутат какой-то, а секретарь, секретарь Комитета по нацбезопасности, говорит, что да, ТЦК не имеет таких полномочий. Вопрос один, почему они продолжают это делать? Почему их никто не привлекает к ответственности за то, что они делают то, что не предусмотрено действующим законодательством? А это же запрещено. Мы же с вами знаем, что по Конституции Украины, по статье 19, именно в отношении представителей госструктур действует правило, что можно делать только то, что прямо предусмотрено законом. И только делать так, как это предусмотрено законом. Но, в принципе, понятно, какая разница, как предусмотрено законом, если у тебя есть возможность упаковать человека в бусик. И опять же, знать, что никакой ответственности не будет. И, скорее всего, даже уголовного производства не будет. А мы к этому уже привыкли, да, что даже когда есть видео интересные, даже когда есть признание со стороны ТЦК и СП, уголовных производств почему-то нет. Обвинительных приговоров почему-то нет. Человека, который отказался там проходить ВЛК, мы с вами видели, какая потрясающая скорость, там три недели, и ему приговор. Человека, который избивает мужчину ТЦК и СП, проходят месяцы, а приговора нет. При том, что есть видео, есть свидетели. Ну, что там расследовать? Какие там еще следственные действия нужны? А приговоров нет. И вот теперь нам государство уже, по сути, в открытую говорит, что, ну да, но мы не имеем полномочий. Но, наконец-то, государство спустя почти два года не имение полномочий решило их легализовать. Решило вот эти действия ТЦК и СП по проверке документов, по вручению повесток легализовать. И вот то интервью, которое давал Роман Костенко, ссылочку на это интервью я оставлю, естественно, в описании к видео, чтобы вы могли посмотреть, проверить, а не обманываю ли я. Так вот он говорит, что законопроект, который сейчас рассматривается, который готовится, он предполагает расширение полномочий ТЦК и СП. И они будут иметь возможность проверять документы, повестки вручать. В дополнение к этому они смогут проводить фото-видео фиксацию, общение с человеком, вручение повесток. А зачем это нужно? Ну мы же с вами прекрасно понимаем, что это вопрос формирования доказательной базы. Доказательной базы для последующего привлечения человека к ответственности административной, либо уголовной. И там мы еще посмотрим, да, что они этим законопроектом примут, потому что вполне возможно будет еще и ответственность усилена. И, конечно же, меня пугает вот такой подход государства, да, когда полномочий нет, мы два года почему-то реализовываем на практике эти полномочия, потом мы проводим легализацию этих полномочий, и таким образом мы же скажем в итоге, что? Что вот те все нарушения, правильно, они же уже не нарушения. Уже на сегодняшний день ведь эти превышения, так сказать, полномочий, хотя это не совсем превышения, да, это уже полномочия их. И привлекать к ответственности тех людей, которые раньше нарушили, уже нельзя. Почему? Ну как бы не за что. Они же уже имеют полномочия, там, проверять документы, там, выписывать повестки. А за что их привлекать? Не за что. Такое гуманное законодательство. Это, кстати, тот случай будет, когда законодательство точно будет иметь обратную силу закона. Вот это правило однозначно подействует. Но не в отношении же людей ему действовать, да, а в отношении людей мы услышали, что говорил Роман Костенко, будет сокращение перечня людей, которые имеют право на отсрочку. И в первую очередь, да, то, на чем он акцентировал внимание, это студенты. Да, тут я понимаю его, я давно прогнозировал это, что студенты потеряют отсрочку в первую очередь, но будем смотреть, какие же там будут условия, на которых студенты будут, соответственно, терять отсрочку. Далее, что он еще сказал? Такого, что несколько заставило напрячься меня, это то, что в законопроекте будут учтены предложения Венеславского и Безуглой. И я сейчас не в том смысле, что они какие-то эти люди там некомпетентные и прочее. Вопрос в том, что эти люди славятся очень такими яркими, красочными и зачастую радикальными предложениями. И одна из справок Безуглой, которая уже прошла в 10-й абзац закона Украины о мобилизации, да, с вот этим необходимостью подтверждения того, что ты единственный в семье, и невозможностью такого подтверждения, ну, наталкивает на определенные такие размышления и опасения. А что же там придумают такого, что придумала Безуглая и Венеславский? Потому что, напомню, мы разбирали их законопроекты, и мы знаем, что радикальные у них есть предложения. И, конечно же, знаете, вот на все это смотришь, там, на заявления о Рахабии, на вообще заявления вот последней недели, там, предыдущей неделе. И хочется сказать, а может быть вы вот всю бы вот эту свою силу, мощь, энергию, свой интеллект, дорогие депутаты, Дорогое правительство, направьте все это не на то, чтобы расширить права ТЦК и таким образом, естественно, сузить круг прав для человека, а направьте силу, мощь, энергию свою, все свои политические связи на то, чтобы политическим путем остановить боевые действия. Ну, вы же влиятельные, вы же им обладаете властью. Так может, эту власть нужно проявлять не над народом, не над теми людьми, которые вас выбрали, а проявить эту власть с той целью, с которой вас выбрали. А вас выбирали для того, чтобы вы построили здесь более лучшую жизнь, более высокий уровень жизни не обеспечили, чем тот, который был до вашего избрания. Ведь для этого вас избирали, ведь для этого вам давали такой себе карт-бланш, огромное количество голосов, людей, которые в вас верили. Так, может, вам этим стоит заняться и думать о том, как построить мир, а не как продолжить войну. Ведь мы помним, что там Арахамия сказал, что сейчас все, как бы все про войну, вся политика про войну. То есть мы не думаем о том, как построить мир, а мы думаем о том, как продолжить войну. Может, немножечко нужно изменить вот этот концептуальный такой подход к решению вопроса, а не думать о том, как там теперь представителям ТЦК и СП дать новые полномочия, чтобы они были у них. Наконец-то они появились, да, мобилизация, военное положение у нас идет уже сколько? Почти два года, а полномочий необходимых у них не было. А теперь вы им даете, наконец-то. Подумайте, пожалуйста, о мире. А я вам всем, друзья, всем, кто выдержал этот мой монолог. Желаю удачи, желаю благополучия и желаю мира, мира, еще раз мира и скорейшего прихода мира в ваши дома. Пока-пока.